Представим, что, например, раздался грохот больших и малых барабанов, затрубили фанфары, объявлена мобилизация. Вот когда мы получим, например, первый истребительно-авиационный полк по мобилизации? К Новому году будет. У нас нет ни резерва, ни пилотов, ни летного состава, ни самолетов. Поэтому мобилизация в этом плане мало что дает. Но если мы сегодня ночью прикажем строить новые корабли, когда мы получим первый? Через два года. Вот так обстоит дело с мобилизацией. Поставим задачу сформировать, например, танковую дивизию. Когда она будет готова? Ну, я скажу, М-90 это как минимум. И то она не будет оснащена современным вооружением, потому что в его запасах просто нет от современного вооружения и военной техники. А посылать людей, оснащенных оружием вчерашнего дня, на войну 21 века, сражаться с оружием НАТО, которое соответствует всем, так сказать, мировым треням, ну, наверное, тоже будет не совсем правильно. Конечно, восполнять потери надо. И в личном составе, и в вооружении, и военной технике. Но все-таки делать это лучше. За счет предприятий промышленности, которые производят современную перспективную технику. Мобилизациям, ее классическом понимании этих вопросов не решит.